Смотрит на меня, на снимок, на меня, немного по идее вымертвый. У меня был очень хороший и сильный голос. Хватит прекрасно на меня девочка тела, чувствовать, что я не могу брать определенные ноты высокие. В первом случае диагностирован рак легких, во втором – гортани, который никак себя не проявлял, пока не достиг четвертой стадии. Обращение к врачу спасло жизнь, но прежнее ее качество сохранить не удалось. В России такая достаточно неутешительная статистика, и более 500 тысяч человек в нашей стране заболевает, и животные заболевают онкологическими заболеваниями, и больше половины из них – это третья и четвертая стадия. Специалисты напоминают, ни один онколог не будет упрекать пациента за излишнюю бдительность. Особенно, если у его близких родственников уже выявляли опухоль. Ранняя диагностика – это, конечно, ответственность и фельдшеров в том числе. И очень многое зависит от того, на какой стадии мы выявили это заболевание. И сегодня, вот услышав, насколько выживаемость повышается, если это онкозаболевание выявляется на ранних стадиях, то, конечно, это очень важно. В случае с раком правило «лучшая защита нападения» работает эффективно. Для начала обследования не нужно ждать появления симптомов. На 10-й многопрофильной научно-практической конференции проекта «Онкопатруль» собрались медицинские сестры и фельдшеры. Для них организовали лекцию о раннем выявлении опухлей, желудочно-кишечного тракта, женской репродуктивной и мочеводелительной системы, внутригрудной локализации и полости рта. Провели практический семинар по уходу за стомированными пациентами. Актуальность огромная. В России около 180 тысяч стомированных пациентов. 90% из них сталкиваются со стомированием в связи с онкологическими заболеваниями толстой кишки. Актуальность высока. В России онкологические заболевания занимают второе место посмертности после сердечно-сосудистых. Поддаться страху при первых симптомах значит наполовину проиграть, потратив драгоценное время. 90% онкозаболеваний, диагностированных на первой стадии развития, заканчиваются выздоровлением. Павел Петриков, Павел Асланидия, репортер 73.